Что делать археологам, которые нашли жилище каменного века? Конечно же, реконструировать на благо науки и человечества. И не только жилище, целую древнюю культуру. Для этого нам нужны подходящая священная кедровая роща, инструменты каменного века, команда крутых специалистов и студенты и школьники со всей страны. Добро пожаловать на нашу экспериментальную площадку! Сами сосны довольно-таки сильно помогали нам, потому что они вокруг себя создают такую зону смерти для других растений. И выдирать вот эту почву, дерн очень просто. Там корышки перерабатываются в целом сами, руками можно вырвать. Поэтому работали быстро, эффективно. Были проблемы с тонкими корневищами, от растений, потому что деревянные лопаты за них зацепляются и боишься сломать. То есть каждый раз, когда хрустит какой-нибудь корешок, ты достаешь лопату, смотришь на кончик. Если он не сломался, значит все хорошо. Но пока что ни одной лопаты не сломали. Я подозревал, что времени уйдет намного больше на то, чтобы раскопать все корни, подрубить их каменным топором и свалить. Но на удивление у нас уходило в среднем 20 минут на каждое бревно. Существовала опасность, что сухие деревья переломятся в определенный момент. То есть ты его шатаешь и получается, что оно трещит с утварья. Есть риск, что оно сломается, не выдрав корень, упав там на кого-нибудь. Но в целом все получилось. Кремниевый топор прекрасно заменяет российскую сталь, как выяснилось. Поэтому работать с инструментами довольно комфортно и приятно. Надо себе такие на дачу взять. Самое сложное было, наверное, работать с деревьями, которых верхушки зацеплялись друг за друга, потому что у них не получается красиво упасть. Я лично больше сложностей не ощутил. Второй, легче рубить. Дотрясно, правда. Не видать. Ну вот у нас хотя бы тем, кто-то есть на топорах. Правильно, а чем оказалось? Ну ладно, нет, нет еще. Топор-то есть самое главное. А что, у нас прошло? А что, у нас прошло? Что согласится? Отлично. Продолжение следует...